К настоящему времени мы с вами изучили пять греческих времен. Мы изучили настоящее время, imperfect, будущее время, orist и perfect. На самом деле в греческом языке не пять, времен, а шесть. Есть еще одно время, plusquamperfect, которое встречается очень-очень редко, но тем не менее оно есть, поэтому несколько слов про это время мы скажем. Plusquamperfect образуется от основы перфекта и обозначает перфект, сдвинутый в прошлое. Помните значение перфекта? Завершившееся действие с результатами в момент речи. А plusquamperfect – это завершившееся до момента речи в прошлом действие с результатами в момент речи в прошлом. Будут результаты потом или нет, и есть ли результаты в настоящее время или нет, это время ни о чем не говорит, просто нужно как вот перфект сдвинуть в прошлое. Такое, если хотите, прошедшее время от перфекта – это plusquamperfect. Ну, даже в ситуации, когда нужно выразить такую мысль не так, что вы часто встречаются, поэтому уже пусть как перфект редкий, а во-вторых, из-за самой сложности образования и трудности для усвоения, особенно не для тех, у кого греческий неродной язык, он потихоньку уходить стал из употребления, и в Новом Завете встречаются всего несколько десятков раз. Но все-таки давайте форму мы его глянем, они вам перечислены в учебнике, в приложении, в параграфе 25-24. Как устроен plusquamperfect? Переращение, помните, переращение – это показатель прошлого в амперфекте был, в балористике был, и в плюсquamperfect, вот этот сдвиг в прошлое. Переращение, ну, правда, иногда он может быть, иногда он может и не встречаться, а то уж совсем громоздкая форма получается. Удвоение, основа перфекта, там, соответственно, действительного или страдательного залога, суффикс k в действительном залоге и отсутствие какого-либо суффикса в среднестрадательном залоге, и вторичное окончание. Можете посмотреть на парадигму, есть еще второй plusquamperfect, у которого суффикс не k, a, a, то есть там вместо гласной дифтонг используется. Вот этот дифтонг очень хорошо, кстати, виден, и по этому дифтонгу зачастую plusquamperfect и проще всего узнать. То есть от багалу-луа, например, первое лицо, единственное число э-ле-лу-кейна, и страдательного залога э-ле-лу-мен. Видите, men, so, to, meta, st, and, to. Опять же, в втором лице единственном числе мы увидим исторический корень сока, из которого сигма не выпала, поэтому вот men, so, to, meta, st, and, to, вот прям так вот и видим. Ну а так, n, s, n, s, нулевое окончание, либо big line-o, men, t, sun, тоже вот такой вот привычный уже нам набор окончаний. По поводу употребления plusquamperfect, давайте мы пару примеров просто глянем. Иоанна, 6 глава, 17 стих. И, войдя в лодку, отправились на другую сторону моря в Капернуум. И тьма уже настала, наступила. Видите, окончание эй в конце. Э, приращение, ге, удвоение, гон, корень, и эй, это второй плюсquamperfect, у него нет суффикса к, но вот есть эй, от глагола гиномай. И тьма уже наступила. То есть вот речь идет о прошлом, вот они там отправлялись на лодке в Капернаум, и до этого наступила тьма, и в момент речи тьма, есть вот это вот состояние тьмы, который подчеркивается плюсquamperfect. Кай, опо, элэлутей, прос аутус, хо, Иисус. И еще не пришел, приходил, пришел к ним Иисус. И опять это плюсquamperfect от глагола эрхамай, элэлут, обратите внимание, это выглядит именно как основа перфекта для глагола эрхамай. И вот это вот эй, которое образующее времени для действительного залога плюсquamperfect, ну, здесь вот, если присмотреться, видна. И не приходилось, ну, здесь отрицание, да, ну, вот опять же, если бы пришел, да, вот был бы факт прихода наличия, а вот он еще не приходил. То есть, смотрите, вот когда про прошлое идет речь, когда они там на лодке, по пернауму наступила тьма, и вот они находятся в состоянии тьмы, и Иисус не пришел еще, и они вот находятся в состоянии отсутствия Иисуса. Ну, или, например, тоже из Ивангелия Тауана, из четвертой главы, вот таким вот сбор, там, например, Христу, помните, когда Иисус встречается с женщиной-соловинкой, вот описание обстоятельств 4.8. То есть, смотрите, вот обстоятельства, когда Иисус встречается с самарянкой, а как бы до этого ученики отлучились в город, и в этот момент, да, вот разговоры Иисуса с самарянкой, вот мы наблюдаем результат отсутствия учеников. Ну, и еще один пример из Деяния 20.16. Здесь описывается путешествие апостола Павла, ну, и перечисляются вот места, через которые там он движется, вот это там, в конце 15-го стиха пришли в Мелит, кекри кей гахо паулос параплеусай тен эфесон. Ибо, вот это ке, кри кей, здесь нет приращения, иногда в русском перфекте отсутствует приращения, но есть, это брат глагола крина, да, есть ке удвоение, кри основа и кейн, образующие времени плюс квадрат перфектора. Ибо рассудил и решил Павел проплыть мимо, миновать эфес. То есть, вот есть какое-то путешествие, когда Павел движется, движется, переходит в Мелит, и уже до этого момента, как бы в прошлом, он принял решение, и вот теперь мы наблюдаем результат этого решения, который, собственно, привел их во время путешествия в Мелит. То есть, это как бы, не, вот, вот Павел говорит, а давайте мы эфес не плывем, нет, у Павел уже есть какой-то план путешествия, он уже заранее принят, перфект показывает, завершая, уже решение принято, и вот теперь плюс квадрат перфект. И вот теперь воплощение плана, и все это при описании прошлого. То есть, вот такой перфект, сдвинутый в прошлое, это плюс квадрат перфект. Редкая форма, трудновато к ней привыкнуть, и, может быть, вы как-то будете спотыкаться немного, сталкиваясь с ней, но даже спотыкаться в чем? Не сразу, может быть, узнавать эту форму. Ну, что ж, к этому Эй можно привыкнуть, который яркий признак, плюс квадрат перфект. Но пока вы не привыкли, всевозможные компьютерные программы, хоть я, как преподаватель греческого, так очень с осторожностью об этом говорю, но вам подскажут. Не привыкайтесь полагаться на компьютерные программы, если вы будете ходить только с костылями, нормально ходить не научитесь. Но, с другой стороны, точность толкования важнее отсутствия костылей, поэтому увидели какую-то форму, которая вызывает ваше подозрение, то есть в ней шкатит лишние элементы, что-то не то, что-то не так. На всякий случай уточните форму, особенно если вы не просто делаете домашнее задание, домашнее задание делаете, исходя из максимума того, на что вы способны, а просто в нормальной жизни работаете с текстом, толкуете текст. Важно точно разглядеть форму, чтобы потом была хорошая толкова. Так что вот перфект, завершенное действие и последствия, либо состояние, истекающее из этого действия, плюс как перфект, когда-то завершившееся действие с бывшими последствиями или состояниями тоже когда-то. Ну, они могут быть есть и сейчас, но плюс как перфект, об этом ничего не говорит.